В прошлом году начались активные работы по восстановлению Дюковского парка. За это время успели очистить большой водоем от мусора, избавиться от аварийных деревьев и сухостоя. В этом году у администрации парка новые цели и задачи, которые они, кстати, должны реализовать до начала курортного сезона, а это до 1 июня. Реконструкция проходит постепенно. Сейчас у нас восстановлена дорога со стороны Маловского до Кортов. Ежедневно у нас чистится большое озеро. Сейчас на данный момент спускается малое озеро, рыба в котором была выловлена и перенесена в большое озеро, потому что там была большая рыба. Озеро осушается для того, чтобы почистить его от мула, от камыша, то есть привести его в порядок. Местные жители тем временем бьют тревогу. Пруд, который по официальной версии чистят, находится в ужасном состоянии. Также это место разносчик неприятных запахов. Однако администрация парка отмечает, неказистое состояние ставка – это рабочий момент. Очистка закончится через две недели. Впрочем, одесситы возмущены не только состоянием водоемов. Парк в очень ужасном состоянии, нуждается в реконструкции и нужно обязательно его привести в порядок, как уже сделано в других частях города. Основные проблемы – это пруд, вы видите в каком состоянии, ну и естественно мало детских площадок, озеленение вопрос нужно поднять и естественно асфальт. Малое озеро, сроки сказать точно нельзя, но несколько недель оно должно высохнуть, потому что естественно туда трактор не спустится, там очень много мула. То есть сначала оно должно осушиться, высохнуть, спуск от трактора и там уже чистка. То есть это несколько недель, опять же, смотря по погоде. Если солнечно, оно быстрее высохнет и соответственно быстрее это все закончится. Последнее зарыбление в Дюковском парке состоялось этой зимой. Первую партию 100 килограмм карпа и карася выпустили перед Новым годом. Остальные 200 килограммов выпустили в водоем на Рождество. Нам повезло встретить рыбака, который рассказал, что рыбалка в парке – это сугубо спортивный интерес. Еще одна проблема парка – это тротуары. По словам местных жителей, в прошлом году их немного подлатали. Вот только ситуацию кардинально это не изменило. С прошлого года немножко начали что-то делать, потому что до этого не делалось ничего, а сейчас хоть чистка элементарно сухих веток и уборка мусора уже какой-то прогрессии. Хоть какую-то часть ямпы засыпали и вот сухие деревья, очень много чистки было, потому что было опасно ходить. Есть какая-то прелесть в том, что как элемент нетронутой природы. То есть если туда подальше зайти, там почти как в лесу. На самом деле не очень, особенно когда на самокате ребенок. Очень некомфортно. Наши собеседники уверены – вернуть парк жизни вполне возможно. Нужно иметь желание и, конечно, соответствующее финансирование. Последние годы единственная зеленая зона на несколько микрорайонов медленно умирала, попутно становясь пристанищем для разного рода неблагополучных слоев нашего общества. Я давно здесь живу, но уже больше 30 лет. Такого я не помню. Вот я помню, в советское время здесь постоянно ухаживали кораблик. Дочка была маленькая, это уже моя внучка. Ходил с ними и катал. Чисто было, аттракционы какие-то были детские. То есть гораздо лучше было. Ресторан работал, а не вот это вот, видите, разбитое здание, которое кое-как затянуто. Здесь было нормально. Ну, короче, я за 30 лет моего страны все в кучу историй. Ну, на самом деле, общее какое-то состояние парка. То есть в мелочах, вот там, не знаю, в скамеечках, в клумбах, может быть, как-то посовременнее сделать. Напомню, Дюковский парк – один из самых возрастных в Одессе. Именно в этом месте градоначальник Одессы герцог Дерашилье устроил себе загородную резиденцию. Его сад недолго был частным, поэтому и превратился в парк. До наших дней от резиденции не осталось ничего, даже руин. Очень многие приходят и думают, что резиденция Дюка – это управление парком, потому что там вверху есть корона, и все почему-то думают, что это даже приводит экскурсии. Но на самом деле это просто павильон овощеводства, который был построен то ли в 1956, то ли в 1957 году. От Дюка здесь не осталось ничего, потому что на самом деле по истории парк был Дюковский от начала Большого озера и до конца Большого озера. И длился он за железную дорогу на Слободку. Но когда начали строить дома, часть у Слободки забрали этих земель, а вот эти, я не помню фамилию, не буду говорить, то есть каких-то там помещиков были вот это вот два кусочка земли, и их добавили к Дюковскому парку. Все здания, абсолютно все, они советской постройки, то есть 50-х в основном годов, а резиденция Дюка предположительно находилась на месте хоздвора, где сейчас там хоздвор в районе Большого озера. Вот там когда-то было, там вроде как ступенечки еще старые, но на самом деле резиденции здесь ничего не осталось. Курортный сезон не за горами, а работы в парке еще достаточно. Репортер продолжит следить за благоустройством зеленой зоны. Кристина Черновалова, Константин Ищерет, Телеканал Репортер.